Друзья, приветствую! Денис из Москвы прислал образцы масла Mobil 1 FSX1 550. Масло полнозольное, густое, с толстой масляной пленкой. Чем гуще масло, тем толще пленка. К сожалению, описание масла нет, только вот две баночки. Эталона данного масла у меня тоже нет, поэтому я сейчас создам эталон и можно будет проверять отработку. Так, закладываю пару капель. Сейчас посмотрим, какую спектрограмму намерит прибор. Да, вот типичная для Mobil 1 с полиэстеровым пиком. Значит, 0,34-0,35 пик полиэстеров. Одинаковый для ESP и EFS. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Противоизносных присадок 70%. Низкий уровень. Я сначала думал, как так, а потом понял, что часть, конечно, функций выполняет здесь эстеры. Вот и поэтому, чтобы скорее всего, сильно уже зольность не повышать, понизили уровень ДДП. Понятно, что такой уровень эстеров повлиял на спектр и поэтому кислотное завышено, щелочное сильно занижено. Поэтому выставляю данные из лаборатории, с одного очень известного в узких кругах сайта. Сам производитель заявляет щелочное 13, но лаба намерила 11,6. Я так и выставляю. А кислотное я поставил по аналогии с Mobil 1, 2,2. Хотя, возможно, оно чуть-чуть выше, потому что все-таки это полнозольник. Но с подрезанным противоизноской. Так, смотрите. Это Mercedes E250 1.8 Turbo. 204 силы. Пробег автомобиля 105,5 тысяч километров. Пробег на масле 7300. Примерно 155 моточасов. Небольшая доливка и топливо i95. Противоизносных уровень. Прибор намерил 45%. Но я заметил, что на турбированных моторах противоизноска улетает быстрее. Видимо, в зоне турбины она активно работает. Вот. Есть 1,1 гликоля. Ну, это такое граничное значение. В общем-то, ничего страшного. Может быть, кстати, из топлива. Уровень сажи 0,03. Но здесь 5400 из этих 7300 была трасса, поездка на юг, серпантины. То есть, здесь на высокой температуре, ну, хорошо топливо сгорало. Вот. То есть, нормальный уровень. Значит, кислотная 2,71 и щелочной 9,1. Большой очень запас. И еще по мыщим нейтрализующим свойствам у масла. Пробег не очень большой. Но и масло видно, что такое крепкое. Да, воды там. 700 примерно, 50 ppm. Ну, после поездки, я так понял, что почти 2000 было городской езды. Сейчас покажу вам, значит, что произошло с вязкостью. С вязкостью здесь, блин, серьезное, очень серьезное разжижение. Топливо попадает в масло. Я списывался с Денисом. Он мне подтвердил, что для этих моторов есть такая проблема. Это как по аналогии с Маздой SkyActiv. Видите, да, тут уже приближается к красному полю. То есть, разжижение здесь, если посчитать вот так, абсолютное, то это примерно 20% от начальной вязкости разжижения, падения вязкости. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И вот такие результаты и прогноз. Значит, моющие нейтрализующие свойства чуть более 500 моточасов, по нейтрованию 329. Ну, тут, честно говоря, чуть подзанижены, возможно, эта трасса, скорость, больший нагрев масла. Вот, и поэтому результат такой, который, вероятнее всего, и сократил даже моющие нейтрализующие свойства. Ну, и по, приговорено масло по вязкости. Видите, 180 часов при нынешней тенденции, то есть, масло разжижается. Вот, видно, что масло, конечно, очень крепкое, с большим запасом, но, тем не менее, это, видите, или проблема мотора, или конструктив такой, что много, много наливается в масло топливо. Вот такая картина. Да, было, кстати, долито от 300 до 500 миллилитров масла. Ну, это такое по трассе, особенно там масло сильнее, чем в городе нагревается. На оборотах, естественно, здесь еще турбина, может что-то там подгонять через турбину. Там в турбине подшипники скольжения. Ну, такое, это не шарик. Хотя бывают и шариковые турбины. У меня, кстати, была шариковая. Вот, они быстрее раскручиваются. Но, тем не менее, турбины достаточно такое распространенное явление, что чуть-чуть потребляют масло. Ну, вот, что тут можно сказать. Видно, что масло крепкое. Кстати, сам производитель Mobil 1 заявляет, как видели, наверное, на заставочке для моторов с пробегом плюс 100 тысяч. То есть, толщина масляной пленки призвана компенсировать в некоторой мере естественный износ поршневой и вкладышей. Вот, более толстой пленкой. Ну, вот. Ну, такой получился результат. Благодарю Дениса за предоставленные образцы. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.